В Киеве на 87-м году жизни скончался экс-сотрудник КГБ Анатолий Баронин, которого на Западе назвали выдающимся мастером шпионажа. Так про него в 70-е годы написал авторитетный немецкий журнал «Штерн». Тогда же Баронин попал в бестселлер американского исследователя спецслужб Джона Барона «КГБ. Тайная работа советских разведчиков». Но на родине о подвигах резидентов узнают обычно после их кончины. Да и то не всегда. Баронин родился в 1932 году в Москве. Его отец был сотрудником госбезопасности. И 60 лет назад, в августе 1959 года, Анатолий тоже стал работать в КГБ. После окончания разведшколы его отправили в Африку. В ту пору за влияние на Черном континенте активно боролись СССР и США. Анатолий Викторович много лет был резидентом советской разведки в Гане, Нигерии и Либерии. Под дипломатической крышей. Как работал? Представление дает популярный сериал по сценарию Юлиана Семенова о противостоянии советской и американской разведок «ТАСС» уполномочен заявить. В нем играли Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Вахтан Кикабидзе, Алексей Петренко и другие звезды экрана. Кстати, премьера фильма состоялась 35 лет назад, летом 1984 года. Сам Анатолий Баронин на склоне лет вспоминал. В моей работе многое было прямо как «ТАСС» уполномочен заявить. Правда, в реальности тогда события разворачивались не в Африке, как это показано в фильме, а в другом месте. Уточним. Советский дипломат Александр Огородник был завербован ЦРУ в Боливии и получил псевдоним Трианон. Под ним предатель действует и в сериале. Но все остальное, как рассказывал Баронин, все построено на конкретных событиях с небольшим домыслом Юлиана Семенова. Анатолию Баронину пришлось быть свидетелем четырех государственных переворотов и одной гражданской войны. Первый раз это произошло в 1966 году в Гане. По нашим меркам, переворот носил антисоветскую направленность и был инспирирован извне. В три часа ночи началась стрельба. Баронину нужно было срочно ехать в посольство и информировать Москву. Сначала он сел в машину, но затем решил, что пешком безопаснее. Всю дорогу, а это около километра, вокруг хаотично летали трассирующие пули. Все остальные дни тоже приходилось проводить на улицах, чтобы докладывать реальную картину. Во время другого путча в Нигерии советского резидента едва не расстрелял военный патруль из советского же Калаша спасло хладнокровие Баронина. Дважды его пытались ликвидировать американцы, причем с помощью излюбленного в ту пору метода автокатастрофы. Было устройство, которым повреждали шину переднего колеса, и потом, на трассе нагревшись, она лопалась. Лишь по счастливой случайности все закончилось благополучно. Руководство отозвало разведчика, ведь дальше ему работать не дали. О главном же подвиге Баронина, который в последние годы жил в Киеве, сообщила служба внешней разведки Украины. В некрологе. Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолию Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу центра – получить информацию о новой опасной болезни – лихорадке Эбола. Полвека назад мир потрясла трагедия на северо-востоке Нигерии. Неизвестная болезнь, похожая на ТИФ, выкосила деревню Ласса. КГБ заподозрил, что это янки разрабатывали новое биологическое оружие, но ситуация вышла из-под контроля. Ведь первыми жертвами стали сами американцы – врач и две медсестры. Баронин получил задание центра достать образцы неизвестного вируса, чтобы наши медики создали антивирусные препараты. Москва также передала, что в случае успеха операции сам председатель КГБ СССР Юрий Андропов обещал орден Ленина. «К счастью, в то время в Нигерии работала советская миссия врачей», – вспоминал Баронин. «Я выбрал подходящего специалиста. Сели мы в УАЗик и вдвоем направились искать эту деревню, расположенную за 1200 километров от столицы. Нашли. Добились разрешения исследовать тела умерших. Результатов никаких. Нужны были образцы крови, взятые у еще агонизирующего больного. А к тому времени эпидемию уже остановили. Новых проявлений не было. Нам пришлось обойти массу общественных и злачных мест, чтобы найти хоть какие-то зацепки и получить нужную информацию. Наконец, в одном из баров встретили медиков-аборигенов, которые за рюмкой рассказали, что у них полно пробирок с кровью, но их почему-то не разрешают брать на анализы. Я сделал вид, что не поверил, и стал поднимать их на смех. Дошло до заключения пари. После очередной бутылки за наш счет, один из них сбегал в больницу и торжествующе продемонстрировал пробирку с красной жидкостью. Задание центра резидент выполнил. А вот с орденом Ленина вышла закавыка. Раз Андропов обещал, кому-то, по всей вероятности, орден дали. Наверное, кураторам из центра. Я в эти подробности не вникал. Главное, что образцы благополучно довезли обратно, не разбили по африканским дорогам и вместе с нашим сотрудником рейсом аэрофлота доставили в Москву. Вот такая история с Эболой. Которую с подачи службы внешней разведки Украины опубликовали в эти дни многие наши информагентства и СМИ. Были даже заголовки про кончину разведчика, спасшего мир 50 лет назад от Эболы. На самом деле это фейк. Похоже, СВР Незалежный запустило его, чтобы за счет легенды украинской разведки приподнять свой авторитет. К сожалению, российская пресса растиражировала историю без всякой проверки. Все клюнули на жуткую Эболу. И проверяется этот самый фейк легко. Трагедия в нигерийской деревне Ласса случилась в 1969-м. Вирус же Эболы открыли только в 1976-м в районе реки Эболы в Заире. Отсюда и название смертельной болезни. В тот год в Заире и Судане за несколько недель ее жертвами стали 435 человек. Но Баронин в этих странах не работал. Подвига разведчика это не умаляет. Баронин по заданию Москвы проехал 2500 километров по опасным африканским дорогам в джунгли, рисковал жизнью в Лассе. Мог запросто заразиться страшным недугом, от которого тогда не было лекарств. Но это была не Эбола, а ее двоюродная сестра. Позже ее назовут геморрагической лихорадкой Ласса. По имени деревня, где Баронин получил пробирки с кровью больных. Так что резидент не зря рисковал жизнью. Наши специалисты смогли детально изучить новый смертоносный вирус. В 1971-м советский резидент был вынужден спешно покинуть Нигерию. Причина банальная. Предательство. В 101-й школе КГБ, ныне Академия внешней разведки имени Андропова, Баронин учился с Олегом Лялиным, рассказывает историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов. Потом их пути разошлись. Баронин уехал в Африку, а Лялин в Англию. Сотрудником отдела В. Возмездие. Был когда-то в КГБ 13-й отдел, который в обиходе называли отделом мокрых дел. Там работали специалисты по ликвидации предателей, врагов советской власти. Но после бегства на запад Сташинского, убившего в 59-м лидера украинских националистов Бандеру, Хрущев прикрыл отдел, чтобы явить Западу свое миролюбие. Андропов, возглавив КГБ, реабилитировал его под новым названием. Перед возмездием стояли более масштабные задачи. В случае новой войны проводить во вражеских странах диверсии, саботаж. Лялин идеально подходил для этой роли. Снайпер, парашютист, мастер рукопашного боя. В час Че он должен был устроить взрывы на ключевых узлах транспорта и связи, военных базах и аэродромах Англии. Он работал под крышей советского торгпредства в Лондоне. Но в 1971-м пошел на предательство, попросил политического убежища для себя и любовницы из торгпредства. Спецслужбы Британии, затем США, выпотрошили предателя. Лялин сдал всех наших разведчиков в Англии. Своих агентов, два тайника с оружием, взрывчаткой, деньгами. Лондон в сентябре 1971-го выслал 105 советских дипломатов. Но этим урон нашей разведки не ограничился. Лубянка срочно отозвала из разных стран всех сотрудников, кто мог когда-либо пересекаться с Лялином. Таких набралось более 300. Пришлось собирать чемоданы и Баронину. В школе КГБ учились под псевдонимами. И предатель не мог знать настоящей фамилии Баронина. Но западные спецслужбы составляли досье на всех сотрудников советских посольств, торгпредств, других загранучреждений. И предъявляли их фото перебежчикам. Лялину тоже дали снимки. И среди прочих наших разведчиков он опознал однокашника. Списки засвеченных предателем советских шпионов опубликовали в Англии. Так выдающийся мастер шпионажа попал в Штерн и книгу американского публициста о КГБ. Впрочем, пересидев в Москве полтора года, Баронин вновь вернулся на Черный континент. Резидентом в Либерию. Слишком ценным был его африканский опыт. Умение наводить мосты с местными властями.